9 лет мы с супругой отработали в Москве. Первый мой бизнес был открыт в Москве. Супруга у меня работала на государственной работе. Единственный момент наши дети были здесь. Почему? На тот момент, начало 2000-х годов было немного сложнее, чем может быть сейчас. И когда я проработал 9 лет, в принципе, у нас не было даже понимания, чтобы вернуться. Почему? Потому что мы зарабатывали очень неплохо. Но когда начали подрастать уже дети, я понимаю, что я не хочу, чтобы они там выросли. Почему? Потому что среда, в первую очередь. Потом, когда я работал в Москве, я работал в Москве, и отдаю его калмутскую национальную гимназию. Сейчас у меня младшая дочка тоже калмутской национальной гимназии. Когда я вернулся, понимаете, суета вот этой столичной жизни, ну, грубо говоря, бизнес идет, я в 4 утра выезжаю, всю пробку, чтобы быстрее приехать. И точно так же и вечером, да, вся жизнь в дороге и на работе. Я не вижу, я не чувствую. А когда я сюда приехал, работы не было. Я своим одноклассникам собрал и говорю, пойдемте работать. Мы взяли лопаты, пошли бить шабашки. Я говорю, ничего зазорного вообще в этом нету. Здесь от главного заработать и все дела. Мы сделали шабашки, потом мы организовали фирму, потом мы начали брать подряды и потом уже каждый откололся и пошел по-своему. Я считаю, что это так и должно быть, потому что люди начинают развиваться и расти. Но самый кайф был в том, что я забираю со школы своих детей. Сам? Да, сам. Я дочку привожу, я в первый класс ее повел, сына в первый класс повел, да, получается. Старшая, получается, уже закончила. Старшая закончила и осталась здесь работать. Вот только вот недавно вышла она на работу здесь, она айтишник, да, закончила наш КГУ, физмат. Я рад за нее. Мне хочется, чтобы эта молодежь оставалась, чтобы она проявлялась здесь. Конечно, обмен нужен. Было бы хорошо поехать в Москву, набраться опыта и привести его оттуда сюда, да. Поэтому я реально был аполитичен. Вот, Сирена, я вот тебе скажу, я был реально аполитичен после... Спасибо, да, тому же трапезнику, что, может быть, спасибо, что власть на тот момент поменялась, когда Бату пришел к власти, да, осознание, потому что с его приходом мне казалось, что все поменяется. Да, потому что... Надежда появилась. Надежда была, да. Мне казалось, что это такой молодой человек, что он все-таки не зашкварен вот этими всеми какими-то делами политическими и что все-таки на весы он поставит в первую очередь свое имя. Своё имя, да. Имя это бренд. Как бы ни крути. И вот мое осознание к этому и привело. И сейчас, в данный момент, вот когда только вот объявили о вот этом наборе, я пришел и сказал, я буду наблюдателем. Я буду наблюдателем, я приведу еще с собой точно человек 30, да. Которые, вот это те мои друзья, которые меня окружают, с которыми я общаюсь и которым тоже не наплевать. У них единственный там момент есть, что они не могут торговать своим лицом. Почему? Потому что боятся не за себя. Боятся, в первую очередь, за своих родственников, да. Которые, как всегда, у нас как? Так чикбя, так чикбя. Это вот заложено, я думаю, именно еще с Сибири. Но там было выживание. Поймите, там ситуация другая была, да. Ситуация, там выживание было, да. Да, так чикбя и все эти моменты, да. Сейчас, да, у меня тоже родственники все там, кто-то говорит, зачем ты там? Да я говорю, я уж ничего противоправного не делаю. Смысл жизни в управлении самой жизнью. Чем больше сфер своей жизни контролирует человек, тем он счастливее. Современный человек не любит брать на себя ответственность, поэтому мы несчастны. Мы разучились выбирать, но научились быть равнодушными. Давайте возьмем себя в руту. Постепенно, шаг за шагом, научимся управлять своей жизнью. Первый шаг – это выборы в Госдуму. Неважно, кто выиграет сейчас, нужно научиться делать выбор. А чтобы выборы прошли честно, нужно помочь учителям школ, воспитателям детских садов, работникам культуры, которые являются членами избирательных комиссий. Помочь сохранить совесть, честь, доброе имя, без которых нельзя обучать детей. Записывайтесь с наблюдателями на выборы. Подписывайтесь на наши аккаунты и группы.